скажите ну вот мне в принципе хотела задать такой вопрос интересное вообще сочетание вот этих понятий солнце луна и земля что это за три такие прообразы если можно так сказать но является ли случайным то что земля является третьей планеты солнечной системы и в принципе единственно которой возможны вот эти условия жизни как бы даже биологической на земле особые природные условия для создания жизни в том виде в котором она находится перед нами в наших ощущениях эти условия идеальны эти условия особенные хотя они меняются в каких-то рамках этих условий нет больше нигде во вселенной можете искать всевозможных этих пришельцев или там каких-то их нет нигде и никак естественно что мы можем говорить о марсе как о прошлом земли о венере как о будущей земли это понятно нам из астрологии астрономии но в принципе на земле условия особенные причем эти условия проистекают из нахождения нашей вселенной нашей галактики то есть млечного пути в нашем в нашей галактике значит в нашей системе солнечной системе отношение земли к луне и к солнцу это зерампин малхут и бина мира целут так устроены в высшей системе которые дают в нашем мире вот такие следствия и эти следствия они идеальным образом совпадают находятся в определенном ритме между собой и этот ритм он постоянно двигает нас вперед то есть минуты часы там годы и так далее это все ритмы они заложены уже в самой космической этой системе я не залу потому что они таким образом нисходят из наших душ то есть сначала образовалась система душ высшая система а потом как следствие для ее реализации уже образу образовалась наша вселенная и наша система солнечная система и наши вот эти условия на земле и то что мы проходим на нашей земле все эти вот этапы нашего развития они уже пройдены нами в духовном мире мы их просто должны еще и будучи вот на этой земле совместить наши духовные свойства земными свойствами так чтобы человек стоящий двумя ногами на нашей земле был одновременно и в высшем мире мере то есть раскрыл себя одновременно два мира в них обоих существовал одновременно и вот к этому нас подталкивает природа она не дает нам спокойно жить в этом мире в животном а подталкивать нас к осознанию того что если мы желаем нормально существовать то мы должны одновременно с этим миром раскрыть еще и высший мир и эти два мира совместить в себе и тогда мы будем управлять и тогда действительно человек будет выше природы в свойстве отдачи он будет таким же глобальным и интегральным как вся природа он будет управлять ей над ней вокруг нее включать в себя всю природу и только таким образом мы сможем избавиться от очень серьезных потрясений скажите мне известно что в принципе в книге зоор было написано еще 2000 лет назад о том что земной шар круглый да а что же смолочи сидели там где-то и молчали и хидно так хихикали да нельзя было раскрывать этого ничего нельзя было тогда бы сожгли бы всех каббалистов давайте так подумаем но дело в том что действительно так в книге зоор написаны такие открытия которые человечество открыло за если 2000 лет и еще такие которые она откроет и все равно мы о них не говорим почему а зачем не надо человеку знать больше чем он сам добивается своим трудом это он открыл слишком много лучше бы меньше знал вы согласны в основном ничего для оси из того что мы открыли не для нашей пользы ничего все что человек сделал и после того как он вышел из пещеры или из леса спустился с дерева все что он делает он делает для своего вреда потому что технический прогресс обгоняет материально моральный и мы не пытаемся сделать себя лучшими и таким образом природу приспособить под себя естественным образом а пытаемся как мы говорили искусственно облачить себя в какой-то кокон и быть независимыми от природы независимы от творца иначе говоря это не получается и вот все время мы находимся в какой-то погоне как себя защитить как себя обезопасить но это не видите мы приходим все равно краху